МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! В эфире новоуральской вещательной кампании информационная программа-объектив в студии Анна Акрамова. О последних событиях расскажем в этом выпуске новостей. Коротко о главных темах. Свердловскую область высоко оценили в Министерстве промышленности и торговли РФ и назвали лидером по формированию планов относительно импортозамещения. Нулевая точка отсчета. Такой памятный знак появился на центральной площади Новоуральска. В канун 70-летия Победы, 90-летний юбилей, сегодня отметил новоуралец Егор Захарович Захаров. В годы Великой Отечественной войны он сражался за Родину. Долгожданное приобретение у Театра Куколсказ – новый автобус. Он отвечает всем требованиям безопасности. Использовать автобус будут при перевозке детей на спектакли, а артисты театра будут ездить на этом автобусе на гастроли. К 1 маю готовые в день весны и труда традиционно пройдет массовое шествие колонн, эстафета, народные гуляния. С 8 утра и до 13.30 движение автотранспорта будет ограничено. Свердловская область названа одним из лидеров по формированию отраслевых планов по импортозамещению. Об этом заявил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, выступая на выездном заседании Координационного совета по промышленности, посвященном реализации мер государственной поддержки промышленности в текущих экономических условиях. По словам министра, для обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в стране, Минпромторг сконцентрировался на реализации 20 отраслевых планов импортозамещения. Денис Мантуров подчеркнул, что впереди еще предстоит масштабная работа, которая потребует участия не только федеральных, но и региональных властей. Как отметил министр, некоторые регионы уже проявляют активность. В министерство от 43 субъектов федерации поступили предложения, содержащие почти 2000 конкретных проектов. В числе лидеров Денис Мантуров назвал Свердловскую область, Тверскую, Удмуртию и Татарстан. Отметим, что развитие импортозамещения – один из основополагающих пунктов плана региональных властей по устойчивому развитию экономики Свердловской области. И максимальная помощь уральским предприятиям по включению федеральной программы господдержки сегодня осуществляется по поручению и при непосредственном участии губернатора Евгения Куйвышева. Особое внимание будет уделено поддержке спроса на отечественную продукцию. Отметим, курс на импортозамещение держат и в Новоуральске. Об этом сказал глава региона во время своего последнего визита в Новоуральск. В частности, импортозамещение реализуется на заводе «Медсинтез», на котором выпускаются современные медицинские препараты, не уступающие по своим характеристикам зарубежным медикаментам. В Новоуральске появился нулевой километр – знак, обозначающий исходную точку расстояний на дороге. Нулевая точка отсчета существует практически в каждом городе. Теперь такая отметка есть и в Новоуральске. Обычно эти знаки входят в число достопримечательностей. Наша съемочная группа побывала на торжественном открытии Новоуральского нулевого километра. С места событий – Альбина Бабкова. Теперь и Новоуральск может похвастаться своей нулевой точкой отсчета – началом всех путей и дорог. Она лежит в основе любой траектории и представляет собой знак на земле, обозначающий исходную точку отсчета расстояний на дороге. Такие знаки есть во многих городах. Они символизируют место, откуда ведется отсчет любых расстояний, в том числе и до других населенных пунктов. Вставь на нулевую точку, можно узнать, в какой стороне света находится тот или иной район города. Изначально нулевые километры были прерогативой столичных городов, где особые знаки, символизирующие начальную точку отсчета дорожных расстояний, устанавливались в самом центре. Такие точки отсчета придумали древние римляне. Именно оттуда идет поговорка, что все дороги ведут в Рим. Теперь мы смело можем утверждать, что все дороги ведут в Новоуральск. Обычно к этим знакам приезжают молодые пары, которые начинают свою семейную жизнь. И ведь человек перед дальней дорогой подходит к этому знаку, бросая через левое плечо копеечку, с тем, чтобы дорога была счастливой и счастливое возвращение в свой родной город. Поэтому, думаю, очень интересное такое событие у нас сегодня. И наш город тоже будет иметь вот такую точку, нулевой километр у нашего почтанка. На торжественном открытии звезды счастья, именно так уже успели окрестить нулевой километр новоуральцы, собрались все те, кто принимал участие в его закладке. В рамках проекта «Узилки Малой Родины» я обратился в администрацию нашего Новоуральского городского округа с предложением установить в городе знак точка отсчета «Нулевой километр». Эту идею подхватила администрация. Валерий Афанась Чязев выделил деньги. И Владимир Иванович Белоусов с удовольствием приложил свои знания, силы и умения. И в итоге мы сегодня имеем прекрасный знак, который, надеюсь, понравится нашим горожанам. Наши горожане с удовольствием, я думаю, будут сюда приходить, отмечать свои праздничные, нулевые, так скажем, события, думать о каком-то будущем. И таким образом наш город получил еще одну достопримечательность. Технология изготовления любого литого изделия. Сначала делается модель пластилиновая лепица, потом снимается гипсовая форма, потом в нее отливается гипсовая отливка, потом эту гипсовую отливку формуют в землю, и в землю отливают металл. И получается вот такое произведение. Вот этот знак отлит из латуни. Больше 300 килограмм. После торжественного открытия памятного знака был дан старт участникам городского ориентирования, воспитанникам отделения лыжных гонок биатлона «Дюз-4», членам сборным команд города и ветеранам спорта. А для ветеранов войны и почетных горожан состоялась автобусная экскурсия по памятным местам Новоуральска. Альбина Бабкова, Юрий Михалев, Новоуральская вещательная компания. На Уральском электрохимическом комбинате в рамках подготовки годового отчета за 2014 год прошел четвертый диалог с заинтересованными сторонами. В ходе встречи предстояло провести процедуру общественного заверения документа, оценив предварительно качество раскрытия представленной в нем информации. Напомним, приоритетными темами отчета УХК за прошлый год стали репутация стабильного поставщика «Залог устойчивого развития» и человеческий фактор в фокусе внимания компаний. Представитель рабочей группы по подготовке годового отчета УХК Денис Ласов представил собравшимся итоговую версию документа. Далее стороны перешли к обсуждению документа. Стейкхолдеры отметили, что все пожелания, высказанные ими ранее, учтены в представленном отчете. Приоритетные темы детально раскрывают деятельность комбината за 2014 год. В завершении диалога стейкхолдеры внесли незначительные правки в текст документа и высказали ряд пожеланий по подготовке будущего документа по итогам 2015 года. В частности, руководитель приемной общественного совета Госкорпорации «Росатомного Уральска» Людмила Никифорова внесла предложение по созданию английской версии документа. В целом же заинтересованные стороны одобрили представленную версию. Диалог прошел в конструктивном русле. Далее состоялась процедура общественного заверения годового отчета с заинтересованными сторонами. Следующим этапом станет согласование документа Советом директоров УХК. Десять дней осталось до 70-летия со дня Великой Победы. В Свердловской области завершилась российская акция «Марш Знамени Победы». Алый стяг – легендарная копия того самого, который в мае 1945-го подняли над Рейхстагом, побывал практически во всех уральских городах. Присоединилась к этой акции и делегация от Новоуральска. Сегодня в администрации города прошло торжественное собрание участников «Марша Знамени Победы». Около 20 человек, участники делегации от Новоуральска в «Марше Знамени Победы», получили фотографии с реликвией и памятные сертификаты. Напомним, эта уникальная акция в России прошла впервые. Стартовав в Нижнем Тагиле, точная копия легендарного стяга преодолела больше полутора тысяч километров. Увидеть ее смогли десятки тысяч человек. Сергей Пересторонин, руководитель администрации губернатора Свердловской области, пояснил, цитирую, «Будем делать все, чтобы эта акция стала у нас ежегодной, потому что большое количество жителей, к сожалению, которые хотели, но не смогли попасть и сфотографироваться с этим знамением». Пройдя практически весь Урал, «Марш Знамени Победы» не останавливается. Впереди еще много городов, знамя побывает даже в космосе. А новоуральские делегации, полученные сегодня сертификаты и фотографии, будут долго напоминать об участии в первой акции «Марш Знамени Победы». Никита Евсеев, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания. В продолжении темы Великой Победы, в канун знаменательной даты, свой 90-летний юбилей отметил ветеран Великой Отечественной войны Егор Захарович Захаров. Сегодня он принимал поздравления от родных, близких и городских властей. Егору Захаровичу Захарову сегодня исполнилось 90 лет. Традиционно в такой юбилей наши горожане принимают высоких гостей из администрации, и сам президент Путин шлет имениннику свои поздравления. 90-летние новоуральцы – это колоссальный трудовой стаж на благо Родины. Это мудрость и опыт. Это судьба, достойная кинематографа. Это жизнь, за которую не стыдно. 90 лет Егора Захаровича Захарова – это трое детей, семеро внуков, восемь правнуков. Это пиджак весь в наградах, это боевая десантная молодость и в общей сложности 43 прыжка с парашютом. 17-летним он был призван в ряды Красной Армии. В 45-м, будучи сержантом воздушно-десантных войск в составе 88-го отдельного десантного корпуса, он воевал с японской квантунской армией. Вспоминать ту войну никакого сердца не хватит. По тайге японцы, понимаешь, изовсегда бандюги высаживались. И где взрывными работами на штабы, на эти самые погранотряды нападали, вот мы их вылавливали. На тайгу тебя сбрасывают, и вот так вот раз прикросьте, чтобы тебя кусарником не задело. Вот такие дела были. 43 раза я приземлился. И все, слава богу, кроме одного, под Харбином мне нужно было, когда нас надлетели над Харбином, и начали высаживаться, выпрыгнули, вот, по нам начали японцы строчить. Я взял несколько строп в кучу, то есть вот так вот собрал, вот так себе подтянул, купол сократился и пошел. Где их позвоночник, смещение позвоночника? Вот такие дела. Там же, на войне, он освоил специальность шофера, и с тех пор уже не расставался с баранкой. В Новорайск Егор Захарович приехал в 50-м году, сразу как демобилизовался из армии. Его трудовая жизнь связана с УАТом. И медаль за трудовую доблесть и звание ветерана СССР – его особая гордость. Лишь три последних года он не водит машину, но в его распорядке дня по утрам – полуторачасовая полноценная зарядка с пробежкой на улице. И сегодня, проводив важных гостей и прессу, он заторобился в сад. Работы много. Десантник – это боевой патрон. Десантник – крепче стали и гранита. Десантник – это мирный детский сон. Десантник – это армия элита. Эти слова из современной песни, но они и про него, сержанта Захарова. Ольга Бертье, Дмитрий Дедюхин, Навуральская вещательная компания. В честь 70-летия победы советского народа над фашистскими захватчиками в Дыканово-Уральске чествуют очевидцев тех страшных событий. Уважаемым ветеранам в канун торжественной даты в Доме культуры вручают юбилейные медали. Юбилейные медали к 70-летию Великой Победы вручали в торжественной обстановке. Каждого ветерана или его родственника, если ветеран не смог сам прийти, встречал депутат городской думы или глава города. Медаль учреждена президентом Российской Федерации. Это официальная государственная награда со всеми положенными документами и привилегиями. Встречали ветеранов и помогали им пройти в зал юные активисты волонтерского движения и курсанты кадетских клубов. Для них помощь ветеранам не только святая обязанность, но и довольно редкий шанс напрямую пообщаться с участником той далекой войны. Расспросить, как он выживал, как воевал, за какой подвиг получил награду. Боевой и жизненный опыт участников войны очень важен для современной молодежи. Мне один дедушка рассказал, что у него много медалей. Вот здесь он еще одну добавит себе медаль. То, что дома висит у него пиджак, много медалей. Он мне рассказывал, что он рад, что так организовали все хорошо. Ему нравится то, что мы ходим, так со всеми общаемся доброжелательно. Я пыталась поступить в Суворовское училище, потому что у меня как бы семья военная. Я хотела пойти по их стопам. Но в училище я не поступила, так как там девочек уже не берут. И мы с сестрой решили пойти вот в этот клуб. Нас заинтересовала вот эта военная тематика. Сейчас, наверное, больше нужно не ветеранам. Ветераны свое сделали. Сейчас нужно молодежи, потому что молодежь на этом фоне должна впитывать все самое хорошее, то, что осталось и остается от ветеранов. Они, к сожалению, ветераны уходят. И наша задача по максимуму сохранить все хорошее, которое было сделано в свое время при Советском Союзе, в России. Ну, то, что сейчас делается. Я считаю, это дорогого стоит. И этим нужно заниматься. Если не будем заниматься мы, значит займутся другие. А это большой минус. Я считаю, что сегодня на первом месте должно быть воспитание, военно-патриотическое воспитание. Для всех гостей торжественного вечера были накрыты праздничные столы. Со сцены звучали поздравительные речи и слова искренней благодарности за ту великую победу, которую они всем нам подарили. Антон Сапогов, Павел Сизов, Новоуральская вещательная компания. В преддверии 9 мая Новоуральская вещательная компания продолжает рубрику «Бессмертный полк». В ней наши горожане рассказывают о своих родных и близких, перенесших тяготы военного лихолетия. Много лет прошло с огня победы в Великой Отечественной войне. И недавно я узнала от родителей, что мой прадед Калмаков Александр Польфирьевич участвовал в этой Великой Отечественной войне. Родился мой прадед в 1917 году. Жил мой прадед в Саратовской области, в деревне Утевка. Еще до войны его призвали на Тихоокеанский флот в отряд сражевых катеров. Служил он связистом. Когда началась война, он воевал на Дальневосточном фронте. Сейчас он в десантных операциях по высадке десанта. Обеспечивал связь командований и боевых подразделений. Был награжден медалем за победу Кипони, за победу Германии и орденом Отечественной войны второй степени. После войны мой прадед жил в нашем городе и работал на УХК. До наших дней сохранилась его матроска, фото и медали. Не стал моего прадедушки в 2000 году и похоронен на Аллее ветеранов. Я горжусь, что у меня был такой прадед из города, нашу его фамилию. В продолжении темы майских праздников. Уже послезавтра наступит День весны и труда. Расскажу, как его будут отмечать в Новоуральске. Традиционно на Центральной площади в 10 часов начнется массовое шествие колонн трудовых коллективов города. Сразу после в 11.45 стартует легкоатлетическая эстафета. Продолжится праздничное гуляние в Центральном парке культуры и отдыха с 14 до 18.00. А в Театре музыки, драмы и комедии в 6 вечера начнется праздничный концерт Астраханского государственного ансамбля песни и танца «Салют Победы». В связи с проведением праздничных мероприятий 1 мая с 8.00 до 13.30 будет перекрыто движение по улицам Ленина на участке от улицы Льва Толстого до Садовой, Мичурина на участке Садовой до Центральной площади, Садовая на участке от улицы Мичурина до улицы Ленина. Внимание движения автобусов по маршрутам номер 3, 4, 5 и 100 будет осуществляться в объезд Центральной площади по улицам Садовая, Первомайская, Свердлово. Движение автобусов по маршруту номер 1 осуществляться не будет. С более подробной информацией по изменению пути следования автобусных рейсов можно ознакомиться на официальном сайте администрации. А сотрудники полиции в усиленном режиме будут обеспечивать охрану общественного порядка в период празднования всех майских дней. Будут задействованы сотрудники полиции, ГИБДД, работники частных охранных предприятий, представители общественных объединений правоохранительной направленности. Новый автобус появился в театре «Куколсказ». Приобрести его помог город. Этого события артисты, да и горожане ждали долго. Прежний автобус устарел по всем параметрам. На его ремонт уходили большие средства. Большое спасибо. Это для нас не только подарок, это даже что-то больше. Вчера вечером долгожданный новый автобус прибыл в Новоуральск. Для коллектива театра «Куколсказ» это значимое приобретение. Посмотреть на автобус в перерыве между репетициями вышли артисты во главе с директором Алексеем Булдаковым. Автобус белорусского производства. Он современный и отвечает всем требованиям. В первую очередь безопасности, ведь на нем будут перевозить детей. Требования по безопасности перевозки тоже всегда меняются. Они очень высокие, но этот автобус полностью соответствует для того, чтобы мы могли доставить наших маленьких зрителей к нам в театр. Оборудован полностью и тахографом, глонасом и трехточечными ремнями безопасности. Мест 30, как мы и планировали. То есть это для нас мы считаем оптимальное количество. Поздравить коллектив театра с приобретением автобуса пришел и глава Новоуральского городского округа Владимир Машков. Он посмотрел салон автобуса и остался доволен качеством транспортного средства. Театр «Куколсказ» получил и приобрел новую технику. Она, с одной стороны, очень стильная, красивая. Причем это производство Белоруссии, это надежная техника. И с запчастями никаких проблем не будет. Не дай Господь, что. Но самое главное, что комфортно и безопасно. Я похвалил и еще раз говорю горожанам, что в данном случае активная такая работа молодого, но, как мы говорим, перспективного директора Алексея Булдакова, династия Булдаковых. Спасибо. Молодцы. И с точки зрения работы театра, которое все время мы тоже… Это здание, бывшие пожарные части, фактически постепенно, постепенно стало таким уютным уголком культуры и детского счастья. И, конечно, эта работа продолжается. Стоимость автобуса – 4 миллиона рублей. В его приобретении помог город. На покупку были выделены средства из бюджета по строке «Иные цели» в отрасли культуры. Старый автобус, который до этого был на балансе театра, постоянно ломался и требовал больших денежных вложений. Это было невыгодно и непрактично. Я, конечно, удовлетворена как главный бюджетный распорядитель, потому что за последние 3-4 года мы намучились с автобусом. Я имею в виду, театр «Кукол» намучился с автобусом. Приходилось покупать много запасных частей. И в то время, когда автобус простаивал, необходимо было арендовать какой-то другой транспорт. И если говорить о затратах последних 3-4 лет, то нам вылилось практически в половину стоимости этого нового автобуса. После майских праздников новоуральские маленькие зрители поедут на спектакль в театр «Кукол» уже на этом новом автобусе. А свой самый первый рейс автобус совершит 16 мая. Артисты театра отправятся в Екатеринбург на фестиваль «Браво». В завершении выпуска о погоде на 30 апреля. Спонсор прогноза погоды – группа компании «Кировский». Ясно, без осадков. Ночью плюс 6-8 градусов. Днем потеплеет до 18-20 градусов. Ветер западный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 739 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 48%. Аренда площадей. Мичурина 6. Юбилейная 2. Корнилова 1. Телефон 347-2713. Код 343. Это все новости, о которых мы успели вам сегодня рассказать в информационной программе «Объектив». О последних событиях завтра в это же время. А далее эфир НВК продолжит программу «Объектив на спорте». Далее смотрите одну из конкурсных работ фестиваля любительских фильмов, посвященного 70-летию Победы. А завершит эфир на Вуральской вещательной компании программа «Твой выбор», подготовленная начинающими журналистами детско-юношеского центра. На этом все. До новых встреч. До свидания.